В Нарьенмаре стартовала военно-спортивная игра «Зорница». Участие в ней принимают три команды. Это ученики кадетского класса 4-й городской школы и ребята из 2-й и искательской школ. Возраст ребят 11-13 лет. Конкурсные задания «Зорницы» рассчитаны на 5 дней. Ольга Русл продолжит. Игра «Зорница» в Ненецком округе давно стала традицией. Ее проводят уже 18-й раз. Правда, в этом году есть одно существенное отличие. Участие в ней принимают школьники 11-13 лет. Это условие необходимо соблюсти, чтобы команда-победитель смогла в итоге представить регион на всероссийском уровне. Кроме того, в программу добавились новые испытания Александры Сабина. Участники команды «Кадеты» трудностей не боятся. Они готовы к ним. У нас каждый день по субботам строевая подготовка. Мы каждый день, каждую субботу занимаемся и автоматы разбираем с нами. Трудно вообще науку постигать. Автоматы разбирать, медицину. Рукопашный бой же у вас должен быть, да? Если этому научиться, это быстро и легко. Не очень трудно. Кому-то интересно рукопашный бой, кому-то интересно разбирать автоматы. А тебе что интересно? Рукопашный бой. В программе «Зарницы» также прохождение тестов «Ратные подвиги Отечества и России» и страницы «История Отечества». Команды проверят на знания основ воинской службы и обороны государства, боевого прошлого и настоящего страны. Участник команды школы-поселка искателей «Дамир» уверен в победе. Ведь он с товарищами очень старательно готовился. Конечно, мы тренируемся. Мы тренировались последние два месяца, скажу честно. Сборка-разборка автомата, сборка-разборка магазина, стреляли в тире, проходили историю. Наш учитель Андрей Иванович показывал медицину, рассказывал, как сделать переноски. Первая медицинская помощь при ожогах, при обморожении. Организаторами выступили специалисты регионального центра молодежной политики военно-патриотического воспитания молодежи Ненецкого округа и региональное отделение Всероссийского движения «Юнармия». Этапы, в принципе, те же самые, без добавления нововведения, которые в этом году добавились. Разборка-сборка автоматов, снаряжение магазина, стреляевая подготовка, все по стандарту, медицинская, первая дочеребная помощь. Но победителей прошлых зорниц мы не могли отправить на всероссийский этап, потому что немножко возраст другой. Там, на России, уже зорница используется для 11-13 лет. То есть в этом году мы ломаем систему, то есть проводим зорницу именно для такого маленького юного возраста. Победитель определяется по наилучшему результату по итогам этапов игры. Команды, занявшие призовые места, а также команды-победительницы, в отдельных этапах игры будут награждены дипломами и памятными подарками. Команда-победитель отправится на всероссийский этап игры, который пройдет в Москве весной 2020 года. Ольга Руслова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».